Добрый вечер, меня зовут Саша Калевич и сегодня мы с вами поговорим о фракталах. Несколько дней перед самой лекцией я задалбывал своих знакомых и друзей вопросом, что такое фракталы, скорее чисто ради интереса. И самый статистически распространенный ответ, который мне как правило давали, формулировался как это какая-то странная математическая фигура с определенными свойствами. Что ж, действительно, фрактал это фигура или структура, которая обладает свойством самоподобия. То есть, например, если мы берем какую-то структуру, вот затем приближаем ее определенную часть, то мы видим фактически такую же структуру. Если мы приблизим часть этой части, мы все равно видим такую же структуру. Это самоподобие может быть заметно везде, если двигаться к любой части геометрической фигуры. Вы могли часто встречать подобные гифки или залипательные видосики, на которых изображены фракталы в интернете. Но как часто мы встречаем фракталы помимо контекста математических кривых? Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели на слайд. Здесь должны были быть изображены горы, и человек, который сидит у костра, деревья и подобные вещи, но, к сожалению, плохо видно. И вы бы попытались найти здесь фракталы или фигуры, разные структуры, которые могут иметь свойства самоподобия. Реальность такова, что на самом-то деле фактически все здесь изображенное на картинке обладало бы свойством фракталов. Потому что горы — это фрактал, языки пламени — это фрактал, ветки деревьев, которые я только что вам тоже показывал, это тоже фрактал. Даже человек имеет несколько фрактальную структуру, то есть наши легкие имеют фрактальную структуру, система сосудов человека тоже имеет фрактальную структуру, мозг человека тоже имеет фрактальную структуру. Человечество встречалось с фракталами и замечало их на протяжении всей своей истории. Так, например, вы можете обратить внимание на работу Хацусико Хакусайи. Это известный японский гравер, один из самых известных на западе японских граверов. Здесь, опять-таки, плохо видно, но маленькие части грибня волны повторяют форму самой волны. То есть вы могли бы видеть фракталы очень много где и часто где замечать их в разных произведениях искусства. Но в поле зрения науки фракталы попали не так давно. В 1978 году компания Boeing проектировала экспериментальную модель лайнера. И они наняли молодого компьютерщика Лорена Карпентера для того, чтобы этот Лорен прорисовывал модели самолетов, которые придумали Boeing. К сожалению, в то время компьютера были не мощные, а авиакомпании почему-то, не знаю почему, все хотят, чтобы на рекламах их самолетов сзади на фоне были горы. Как я уже сказал, компьютера были не мощные и нарисовать горы было достаточно трудно, чтобы это было реалистично. В то время Лорен наткнулся на книгу Бенуа Мандельброта «Фракталы. Случайность, размерности и формы», в которой шла речь о том, что горы сами по себе обладают фрактальной структурой и алгоритм их воссоздания на самом деле не так сложен. Все делалось очень просто. Мы рисуем треугольник. Этот треугольник разбиваем, не знаю насколько вам видно, на меньшие треугольники. Каждый из этих меньших треугольников мы разбиваем еще на меньшие треугольники. В итоге, к сожалению, свет не позволяет это увидеть, но горы получались очень реалистичными. После этого Лорен перешел в компанию, кинокомпанию, и он помог создать целую планету для фильма Star Trek II «Гнев Хана», и официально этот фильм был признан первым фильмом, в котором частично использовалась компьютерная графика. Как к этому пришел сам Мандельброд, который подал идею нашему Карпентеру? В 1958 году Мандельброд работал в компании IBM, и одной из главных насущных проблем в этой компании была проблема шумов в передаче сигналах. Сети, которыми передавали сигнал, были нестабильны, и они имели очень много ошибок. Мандельброд взглянул на графики этих ошибок и увидел, что они одинаковы, если их рассматривать в масштабе одного дня, масштабе одного часа, одной минуты. Эти графики были самоподобны. Это привело Мандельброд к изучению множеств жуля. Что такое множество жуля, поясню. Допустим, мы берем определенное комплексное число и проделываем с ним какую-то операцию. Получаем другое число. С этим числом проделываем ту же самую операцию. Получаем новое число. С новым числом проделываем ту же самую операцию, и так пока нам не надоест. Так вот, это графики этих множеств, которые получились из всех этих чисел. Они удивительно красивы, и Мандельброд удивился, когда обнаружил их. Более того, это все фракталы. Художники и дизайнеры сразу же начали, им понравилась эта идея, они начали использовать такие узоры. Но математики достаточно холодно восприняли такую идею. Им казалось, что фракталы, да, красивые картинки, но не имеют большого практического смысла. Мандельброд прекрасно понимал ту точку зрения, что это не имеет практической ценности и не представляет чего-то весомого для математики. Его ответом была книга «Фрактальная геометрия природы», в котором он говорил о том, что с помощью фракталов можно предсказать образование облаков, образование гор, движение русла рек. В 90-х годах, еще как один пример, Натан Коэн, радиофизик, послушал на конференции доклад Мандельброда о фракталах и решил чисто по фану сделать антенну в форме фрактала. Он удивился, потому что эта антенна действительно очень хорошо работала. Более того, она была широкополосной. Эксперименты Коэна привели все равно к тому, что он написал научную работу, в которой шла речь о том, что если ты хочешь сделать максимально широкополосную антенну, тебе нужно для нее использовать фрактальную топологию. Классическая математика идеально подходит для того, чтобы описать тот мир, который мы создали. Мы можем оглянуться вокруг. Геометрические формы вокруг нас – это прямые линии, это квадраты, треугольники. Но подходит ли эта математика для того, чтобы описать тот мир, который создала природа? Что же, давайте ближе познакомимся с фракталами, поймем их суть и научимся их применять. После Первой мировой войны в обществе была острая и насущная проблема – не допустить больше войн, потому что Первая мировая война унесла с собой очень много жизней, многие миллионы жизней. Экономисты искали причины, чтобы не допустить новой войны, нужно было знать причины этой самой войны. Экономисты искали причины в каких-то экономических аспектах. Социологи искали свои причины, философы выдвигали свои концепции, а математики пытались найти математические закономерности в причинах войн. Один гениальный английский математик на то время, которого звали, фамилия которого была Ричардсон, подумал, что, возможно, причина, вероятность войны между двумя государствами зависит от протяженности границы между этими двумя государствами. Возможно, чем больше граница между двумя государствами сухопутная, тем больше вероятность войны между ними. Или наоборот. В общем, Юму нужно было как-то посмотреть зависимость границы и войны. Что же, он начал смотреть границы государств. И человеком он был достаточно степечильным. Он не мог просто открыть энциклопедию Британику и посмотреть границы всех сухопутных государств. Он начал смотреть в энциклопедии, начал он с запада, начал смотреть в энциклопедии Португалии, Испании. И тут же остановился, потому что длина границы между Португалией и Испанией, которая была указана в португальской энциклопедии, была 1214 километров. А эта же длина этой же границы, которая была написана в испанской энциклопедии, была 987 километров. И он опешил, как так получается, разве почему такая большая погрешность? Причина была, скорее всего, в следующем. Когда мы пытаемся измерить какую-то кривую, то важно то, какую мерную палку мы используем. Если мерить эту же кривую, которая, например, у нас тут показана палками длиной, например, в один метр, допустим, здесь, то мы не будем учитывать вот эту кривизну и расстояние вот этой ломаной у нас получится немного меньше, чем сама кривая. Если мы будем использовать немножечко меньшую палку и будем делать вот такие вот отрезочки, то мы лучше сгладим нашу кривую и расстояние общей ломаной у нас получится больше. Так, например, очень известен парадокс береговой линии Британии. А Ричардсон начинал мерять границы, потому что, как оказалось, что доверять нельзя ни испанцам, ни португальцам. И те померили немного неправильно или, по крайней мере, не сошлись. Он начал мерять береговую линию Британии. И с этого родился странный парадокс. Если мерять береговую границу, береговую линию Британии мерной палкой в 200 километров, то общая протяженность береговой линии у нас получится 2400 километров. Если взять мерную палку в 100 километров, то протяженность береговой линии получится 2800 километров. Если взять мерную палку в 50 километров, то длина береговой линии возрастет уже до 3400 километров. С чем это связано? Ну, береговая линия в таком масштабе видится нам как что-то более-менее гладкое в пределах 1-2 сантиметров. Но если мы приблизим этот масштаб, то увидим, что сама бухточка, например, любая выемка в этой береговой линии, в свою очередь имеет еще какие-то бухточки, еще какие-то впадины. Каждая из этих бухточек, в свою очередь, имеет еще какие-то бухточки. Если достаточно сильно приближать масштаб, если мерять береговую линию палочкой в 10 сантиметров, то мы должны учитывать периметр каждого камня, который лежит на этой береговой линии. В результате Ричардсон подумал, что длина общей береговой линии при достаточно сильном умалении масштаба будет сходиться к одному большому числу. Но результат, который у него получился, его немного удивил, потому что береговая линия получалась бесконечностью. Дело в том, что как сильно мы бы не увеличивали масштаб, всегда будут находиться какие-то мелкие детали, которые в периметры общей береговой линии будут добавлять слишком много лишнего. Окей, так как тогда померять береговую линию, если она все равно равна бесконечности? Как к ней отнестись? Как ее померять? Что это за фигура вообще такая, которая вроде как может выпрямиться в прямую, но все равно будет бесконечно возрастать и будет бесконечно увеличиваться в разные стороны? Здесь я хочу привести аналогию самого Мандельброта, которую он любил использовать. Представьте, что вы муха, и вы летите вперед, вы видите перед собой какую-то точку. Точка, как мы все знаем со школы, имеет размерность 0, точка 0 мерно. Но вот вы приближаетесь к этой точке, и вы видите, что это уже не точка, а круг. Круг имеет размерность 2, круг находится в двумерном пространстве. Окей, вы подлетаете еще ближе к этому кругу и видите, что это шар, это комок шестяной нитки. Шар, как мы знаем, фигура объемная и имеет размерность 3. Вы приближаетесь ближе к этому шару и видите, что это же просто одна скомканная нитка, а нитка, если ее распрямить, имеет размерность 1. Бац, у нас уже шестяная нитка перескочила в размерность 1. Окей, вы приближаетесь еще ближе к этой нитке и видите, что от нитки отходят маленькие ворсинки, которые имеют фрактальную структуру. Так какова же размерность этого клубка нитки? На самом-то деле, я считаю, что у муха была права во всех случаях. Это зависит от того, как посмотреть. Мы привыкли размерность считать каким-то целым числом. Прямая – это размерность 1, плоскость – размерность 2, объем – размерность 3. Но может ли размерность быть числом не целым? Может ли быть размерность, например, 2,5 или 1,6? Это кажется нам чужже, мы к этому не привыкли. Но математики были люди, способные к глубокому уровню абстракции и рассматривали даже такие случаи. Есть много способов на самом-то деле померить размерность, но если свести все к общему виду, то самая простая рецептура измерения размерности любого объекта – следующее. Берем, например, кубик. Допустим, мы хотим померить размерность моего слайда. Мы берем кубик и пытаемся вот этим кубиком, многим количеством этих кубиков, замостить весь наш слайд. Допустим, мне нужно 600 кубиков, чтобы покрыть всю поверхность слайда. Затем мы уменьшаем сторону кубика в два раза. Допустим, этот кубик вдвое меньше. И опять-таки мы пытаемся этим кубиком замостить все пространство нашего слайда. Мне понадобится в четыре раза больше кубиков, потому что для каждого кубика, который покрывал предыдущим кусок этого слайда, нужно будет четыре этих кубика, чтобы покрыть поверхность предыдущего кубика. Как правило, здесь наблюдается степенной закон и степень, с которой увеличивается размер кубиков при уменьшении его длины и есть размерностью объекта. То есть, например, при уменьшении кубик со стороной ε, вы можете здесь видеть формулу, которая, в принципе, и вычисляется в соразмерность. Одна формула, ничего сложного. n – это количество кубиков, которое нам нужно, чтобы замостить какой-то объект. А ε – это сторона кубика, которую мы будем замащивать. То есть, например, перед вами пример снежинки Коха, кривой Коха. Допустим, нам нужен был один большой кубик, чтобы покрыть весь этот кусок снежинки. Дальше мы разбиваем этот кубик на 9 меньших кубиков. Вы можете видеть, что здесь 9 делений. То есть, наше е будет девяткой, а следующий размер кубика будет 1 девятая от предыдущего. Всего нам понадобится, зеленым выделено, 12 таких кубиков. То есть, размерность вот этой фигуры у нас будет сходиться к 1,16. Если мы будем итеративно проводить эту процедуру и возьмем число, к которому стремится наша размерность, то получим фактически 1,26. Здесь наведена общая процедура этого получения. На самом-то деле она не сложна. И дальше на слайде наведены размерности уже известных науке объектов. То есть, например, побережье Ирландии, оно не сильно выбоистое, имеет размерность 1,22. А побережье норвежских фьордов, которое очень-очень-очень разрезано бухтами, и оно даже больше похоже на плоскость, чем напрямую, имеет 1,55. Траектория броуновского движения частицы имеет размерность 1,33. Также такую же размерность имеет фронт коррозии, когда металл ржавеет. Распределение скопления галактик имеет размерность 2,5. Мячик из скомканной бумаги 2,5. Брокколи, капуста 2,7. А поверхность человеческого мозга, например, 2,79. Есть очень много примеров фрактальных размерностей разных вещей. И вы можете по фану считать размерности деревьев, облаков и многих предметов, которые вас окружают в повседневности. Так вот, что же нам дает применение этой фрактальной геометрии? На самом-то деле на слайде наведены далеко не все области, в которых используется фрактальная геометрия. Хочу сказать только одно. Существует это направление в науке не больше, чем 50 лет. Но за это время оно смогло стать ярким светом в ночи для многих научных работников. С помощью фракталов можно объяснить фактически все структуры, которые обладают хоть какой-то степенью самоподобия. Это может быть и движение цен на рынке. Это может быть развитие клетки. Это может быть образование облаков или гор. Это может в конце концов быть даже развитие общества и семьи. Спасибо вам большое за внимание. Очень приятно было. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»